Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрина, это Ведьмак 3, вторая серия. К сожалению, блин, я тут заходила затестить игру, проверяла качество и ОБС, потому что с ОБСом что-то в последнее время не так, какая-то странная еще звуковая дорожка отдельно записывается. В общем, зашла затестить, а тут заруба. Вот эти три крестьянина на меня напали, а вот этого я заколдовала. Ничего не поговорила ни с кем. Кот на меня, он шипит, блин. Игра сохраняется автоматически, когда вы достигаете еще одного этапа в развитии сюжета. Спасибо, я уже поняла. В общем, блин, первая заруба в игре, и вы ее не увидели. Ну почему? Так, ладно, начинаем. Я уже почти привыкла, хотела зайти в бестиарии, персонажей почитать. Мы читали про Йеннифер, то, что она встречалась с Геральдом, про Весемира я не читала. Так, Весемир был старейшим ведьмаком Школы Волка и, вероятно, самым старым ведьмаком на всем континенте. Старик, не уступавший возрастом самим руинам Кайр Морхена, постоянно жалующийся на скрипущие кости, он даже не помышлял об уходе на заслуженный отдых. Седой, но по-прежнему проворный, продолжал он охотиться на чудовищ и всегда успешно, поскольку перевидал их за долгие годы более, чем все его ученики вместе взятые. Строгий и требовательный учитель Геральтовой юности. Со временем он стал всем ведьмакам и отцом, и наставником, и всегда был готов прийти на помощь мудрым советам и крепкой рукой. Весной 1272 года, в начале нашего опествования, Весемир присоединился к Геральту в поисках Йеневер на просторах опустошенной войной Тимерии. Так, Геральт. О-о-о, мамма миа! Он резок, неотесный, порой ходит в настоящих лохмотьях и все же пользуется неизменной благосклонностью к прекрасному полу. Нормально так, это описание просто в одном предложении. Геральт. Ходячая противоречия. В общем, все с ним понятно. Вроде читали. Ламберт, младший звеняков Карморхена, отличался дерзостью и острым языком, однако никто не мог усопниться в его мастерстве. Лютик. Любезный читатель. Что ты человеческий? Человек светский, а потому нет нужды рассказать о роли, которую было суждено сыграть в моей скромной персоне. Так, Доровитый поэт и Трубадур. Цирилла. Это Цири, которая любимица всех и вся ведьмаков, потому что они малую воспитывали 100%. Ага, вот следуя вековой традиции ведьмаков, Геральт привез свою воспитанницу в Карморхен. Здесь они с Весемиром обучали ее искусству в вид чудовищ. Здесь же впервые раскрылись ее магические таланты, и ведьмаки узнали, что девочка – исток. Дар Цири оказался ее проклятием, и однажды именно из-за него ей пришлось скрываться от всех, даже от Геральта. В общем, он привез девочку в свою воспитанницу, и оказалось, что она не просто воспитанница, а еще и у нее есть дар. Она является каким-то истоком. Эскель и Геральт были похожи как братья, они ровесники, дружили. Ну, в принципе, все. Так, теперь надо привыкать к карте, и можно порасспрашивать путников о Йеннифер. Хорошо. Пообщаемся с народом. Подрались, теперь можно пообщаться. Да блин, никто ее не нюхал, Геральт. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Ну да. Ну, не знаю, давайте выпьем. Ладно, выпью. Надо подружиться. Ты ее видел? Мы же согласились, а он теперь может с нами сотрудничать. Я не перезвенду, Берга? Да-да-да. Блин, а если бы отказалась, то наверное, начал бы сейчас выпендриваться. Так жалко, что вы не видели эту драку. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Ага. Хорошо, новый предмет. Нильфагатская лимонная. С кем имею честь? Откуда ты знаешь Йеннифер? Ну, давайте спросим о нем, а он как бы нам расскажет о том, что мы хотим. Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтеро Дим. К вашим услугам. Да-да-да. Приятно познакомиться. Бродяга, это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин зеркало и стеклянный человек. Ну все. Теперь можем спросить. Основное. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой окази. Да, мы о нем читали. И коснуться к великому. Трубадур. Ну, если только ему не повезет так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. А ты популярный, да? Где Йеннифер? Ты знаешь, кто я? Ну, вот эта основа получается. Это как дополнительно, правильно? Потому что оно не выделено желтым. Спрашиваем теперь за Йеннифер. Речь идет о любви. Так. Теперь получается, желтым обе реплики выделены. Ну, блин. Я даже не знаю. Не твое дело с одной стороны. А с другой он как бы так лояльно к нам относится. Может быть и скажем. Ну, если что, просто набьем ему мычку и все. Чтобы он никому не рассказал. Ты угадал. Это любовь. Я так не знал. Аж замедлилась. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. А, ты такой догадливый, типа. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. В их лагере она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Так, а ты откуда знаешь, как она пахнет? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Это я, получается, подошла... Эй, люди с большака должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Может быть. В общем, я с первого раза подошла к тому человеку, которому нужно было. У меня есть хлеб, бутылка воды. Еще у меня есть пельмень с прошлого раза. Ну все. Сундук какой-то. Тайник. В тайнике можно хранить предметы, не опасаясь воров или случайной пропажи. Спрятанные вещи доступны из самых разных мест, распространенных по всему миру. Положив предмет в один тайник, вы всегда сможете достать его из другого. Ну, в общем, ясно, хранилище. А что у нас вообще есть? Ремесло. У меня есть яд, который я собрала с каких-то монстров. Блин, я уже не помню, если честно. Лимонный алхимический ингредиент. О, получается, мы не выпили, а забрали себе. А если бы я отказалась, то нет. Кров гуля. А, гули на меня напали. И еще какой-то алхимический ингредиент. А где это можно все делать? Что это? Письмо от Йеннифер. Ой, а можно... Его как-то прочитать. Передать. Узнать. Чтобы узнать больше, нужно прочесть. Хорошо, брось, порядочить. Куда... Куда я бросила? Ёп-ёп-ёп-ёп. Куда я выдела? Реликт? Куда я выбросила письмо? Ага, на вот эту вот кнопочку. Милый друг, прости, что по происшествии двух лет я задаю тебе вопросов о жизни и здоровье, но время не терпит. У меня важное известие. Нам надо встретиться как можно скорее. Отправляйся в вербицей. Увы, зимы. И не щади коней. Хоть я и жду с нетерпением до встречи, я не могу ждать долго. Твоя милая подруга, Йеннифер. Ага, это мы уже читали. Хорошо. Хорошо. Тексты прочитанных книг переносятся в глоссарии. Как тяжко, конечно, привыкнуть. Бестиарии. Это у нас про животных. Вот с этим нам придётся встретиться. Алхимия, рюкзак, карта, задания. Ну всё. Эльза. Ещё чего-нибудь? С тобой можно ещё поторговаться? Ну давайте с ней пообщаемся, она же такая дружелюбная вся. Как тебе жизнь приняли в Гаарцах? Да как и при других. Стригут налоги, реквизируют то одно, то другое. Но зато заботятся, чтоб в деревне порядок был. А темерия тебе не жаль? Жаль её мне, может, и было. С полгода тому назад, после смерти короля Фольтеста. А теперь... А теперь я хочу только, чтоб тихо было. Ну понятно. Прощай. А реведерчи, бедная. Ну всё, валим. С этими ребятишками, наверное, надо пообщаться. А чё на него кошки шипят? Иди к дяде. Ладно. Спросить у нервгазов о Йеннифер. А где... Весемир где? А я могу здесь ходить нормально? Да, если очень медленно нажимать на стик. Я не могу на лестницу залезть? Ясно. А девять и мир! Тю, блин. Чел, я тебя не заметила. Да? Что такое? Пока. Начал разобор, я говоришь, пока. Уже полгода мы на... Ого, уже полгода. Да ведь с тех пор, как мы избавились от беса и зваруны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друган? Да будет ему земля пухом. Раньше все было проще. Чудовище, злые люди, добрые, а теперь... Перемешалось как-то все. Ну да, как-то тяжковато. Раньше было точно так же. Только ты, дедушка, подзабыл. Не тебе меня возрастом попрекать. У самого почти сотня лет за спиной. Ого, вы старые. Пока. А, дядя, дядя, дядюшка, с тобой все нормально? В общем, поняли? Если хотите сесть за стол, надо сначала на него залезть, потом слезть. И все. И можно садиться. Один не львгатцы. Можно побухать на карте, видно. Крестьянин, крестьянин. Хорошо, хоть они подписываются. Крестьянин. А ты кто? В общем, я его заколдовала и все. Он теперь этот... Ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотай? Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Это я уже слышала. Кто такой, что случился в околице? Но он напекивался, то все. Чик-чик. А что ты отрубил? У него такое? А сколько мальчик? Сожрал. Давай выходи. Давай по два. Ну, головы-то обратно не прижмешь. Говорят, положи тела и нам скелет. Не спеша. Не спеша идем. Нигде не застреем. Гастера, пропустишь со мной, чтобы нам солнышко светило. А теперь Дерван. Дерван, а не Гастера. Я так понимаю, мы можем идти без Весемира, правильно? Я так понимаю, мы можем идти без Весемира, правильно? Спешиться на Б. Что-то здесь можно взять. Какие-то листочки были. Вот. Что это такое? Собрать травы. Взять. Тоже, скорее всего, пригодится. Классная шапочка. Рыбачить я могу. Пока не могу. Я надеюсь, правильно иду. Но мне он показывает еще возле карты шаги сколько осталось. Я-то знаю. Ну. Эльза черным дает. А может, вы бы нас от зла-то избавили? Какого зла? А? Ну. А она со мной разваривать не хочет. Кого надо избавить от зла? Нет. Ты со мной не разоговаривал. Лутаю. Все лутаю. Беру цветы. Взять. Не знаю, для чего они нужны, но скорее всего, будут нужны. Может, для кого-нибудь зелья. Для здоровья. Для выносливости. Вы же не против, потому что я у вас цветочки забираю? Каприфоль. Плотва. Если бы вы мне заплатили, я бы вас избавила от Грифона. Не кричи на лошадку, я случайно остановилась. Класс. Классно виды вообще зашибенные. Мне очень нравится. Опасность. Число слева от шкалы здоровья противника показывает уровень вашего врага. Если число красное, или рядом с ним появляется значок черепа, ваш враг значительно сильнее вас. В таком случае имеет смысл отступить, чтобы раздобыть более подходящее снаряжение и набрать несколько уровней. Тревога лошади? А если попробовать что-то сделать? Вот этот, например. Оу, щит! Нет! Получится мне его убить или нет? О, нет! Если битва кажется слишком сложной, вы можете отступить и продолжить снаряжение позже. Хорошо. Щит, 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 щит! Как там пополнять здоровье? Все? Все? Нет, нет, нет! Меня убили! Ха-ха-ха! Щит! Загрузить последнее сохранение. Ого ж! Геймпад завибрировал. Убегаем! Хорошо! Убегаем! Блин, ну там амулет какой-то. Сразу музычка так поменялась. Тут он может куда-то в другое место побежать, да? Ну да. Ребята, а вы кто такие? Можно с вами как-то поговорить? Ой, а что здесь происходит? Почему весь мир пошел не со мной? Мы же вместе. Еще я хочу научиться прокачивать оружие. И, может быть, что-то с броней. Чтобы улучшать свои навыки. О, нет! Облака газа на болотах ядовиты. Будьте осторожны. Валим отсюда. Хотела подраться с волками, но не буду. Стопэ. Спешится. Тут что-то можно взять. А, цветочки. А дуванчик. А дуванчик, кстати, я еще не брала. Может для чего-то пригодится. Это вы? Нюльганский солдат. Ну, с ними разговаривать сейчас не очень удобно. Они как-то поджимаются. Понятно. Этот не хочет со мной разговаривать. Плотва. Идем дальше. Не давим никого осторожненько. У, сука, рукой машет. Они думают, что если я на лошади, я их не слышу, типа, или что? Придержи. Нордлинг. Попреставали. Христианин. Классно они со мной разговаривают. Вот бы им всем морду дать. Ну, как они меня бесят. Это военный лагерь. Местный вход только по разрешению командира гарнизона. Вы вообще видели, кто перед вами стоит? Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот. Я от них избавляю. Я ведьмак. Понял. Выкусил. Капитан Петер Сарк Винлеве сейчас в башне. За воротами направо. Что, испугался, да? За воротами направо. Ну, грубить не будем, как бы. Это не наша местность, да. А, если они свои полномочия как-то превысят, мы им сразу по мордам. И жопу поджарим, и все. А зачем грубить? Гарольт воспитанный, ухуденятюсанный мужик, ну. Надо полагать, у капитана есть ко мне дело. Это армия, Нордлинг. Здесь не спрашиваю. В башню. Ебать вы охеревшие. Надо было все-таки нагрубить. Цветы же вам не нужны, нет? Так, ребятки, я у вас тут залутаюсь немножко, хорошо? Отлично. Ой, чел, прости. Одуванчики. Тачила позволит на время улучшить оружие. Увеличит наносимый урон. О. А, оно уже автоматически. Хорошо. Ремесленники могут изготовить для вас самые разнообразные предметы. Конечно, не совсем бесплатно. Кузнецы куют оружие. Бронники делают доспехи. О, если вы найдете чертеж, отнесите его ремесленнику, соответствующей специальностью. Так, для того, чтобы что-то улучшить, надо сначала найти чертеж. И принести. Хорошо. Пароль. На горшке сидел король. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. Чего они здесь выделывают? Это такие, которые торгуют казенным имуществом. Понял? Ха-ха. Вижу, в товарах вы понимаете. Ой, да. Так может, что прикупите? Покажи мне свои товары, чтобы для меня что-то сделал. Ну, давайте посмотрим, что у него тут есть. Сделай для меня одну вещицу. Дратва, дымчатый кристалл. Создание предметов. Слева на экране перечислены ваши чертежи. Посмотрите список с помощью L и выберите нужный чертеж. Да, блин, я начинаю двигать. Думаю, что он не двигается? Тут еще написано. Справа на экране находится описание выбранного предмета. Хорошо. В центре список ингредиентов. Хорошо. Ремесленникам тоже нужно есть. Если вы хотите, чтобы они для вас что-то сделали, придется заплатить им за работу. Хорошо. Да, е-мое. А, нужны еще подходящие ремесленники. Не все подходят. Можно разобрать компоненты и некоторые вещи. Ну, блин, у меня всего не хватает. Шкура мне, по-моему, для чего-то нужна была. Если я помню... Ладно, выходим. Починить можно, убрать улучшения. О, можно починить. Починить снаряжение. Ок. Убрать улучшения нет. Я ничего убирать не буду. Че продаешь? Че продаешь? Покажи мне свой товар. Блин, ну я еще и так-то бедная немного. Так, все, отвали, я не буду с ним разговаривать. Ну, козел еще один. О! И че? Ну, это чел вроде нормальный. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейший благодарю. Нормально себя ведет. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. Логики тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерм. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? А по глазам чего не видно? Куда она поехала? Что они такой, как все? Это военная тайна. А по и поличку не хочешь? Не хочешь? Значит, у тебя есть предложение. Че хочешь, говори. Тут в окрестностях завелся Грифон. Деньги. Деньги. Тогда посмотрим, что можно сделать. Давайте спросим для начала, зачем он ему. Почему для тебя так важен этот Грифон? Потому что для меня важны люди. Это чудовище уже убило девятерых. В том числе нескольких солдат. Чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на ходу весь гарнизон. Я никак не пофиксировала. Учисать лес, организовать облаву. А это невозможно. Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Темерские войска разбиты. Но люди только и ждут, чтобы взяться за оружие. Так что насчет Грифона. Я могу сидеть сложа руки. Или нанять мастера. Ой, спасибо, спасибо. Ну, по рукам. Чел. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Это очень важно. Спервал держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль пятерых молодых ребят. Два дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если бы не бляхи. С тех пор Грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Блин, ну скорее всего, для того, чтобы с ним драться, надо будет... Судя по твоему тону, это будет непросто. Улучшать оружие. Чего тебе нужно? Снаряжение. Потому что на меня какой-то непонятный монстр выскочил. Он для меня был смертельно опасен. Судя по твоему тону, это будет непросто. Что тебе нужно? Ну давайте, трава ж какая-то нужна. Больше сведений о Грифоне. Ну давайте, за траву. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Кру... Крушина? Ты впервые слышал. А я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Ах ты, еще мне угрожает. Это травница. Живет на распутье, и она тебе поможет. А, я думала, это исчезнет. Ладно, давайте, больше сведений о Грифоне. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привезти? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни. Надо сходить к травнице и идти к какому-то мыслову. Человек. Хотя и странный. Ну все, прощай. Тамира и мыслов. Спасибо. Да, Тамира и мыслов. Эс зон в яхтон. Ну, этот чел нормальный, но в то же время он же других людей вешает. Значит, ненормальный. Вы можете слеживать только одну задачу в задании. Чтобы переключиться между задачами, используйте R. Спросить охотника, где... Ой-ой-ой. Бестия из Белого Сада. Новое задание. А, вот так вот надо нажимать прям. Ну, сначала лучше пойти за травой, чтобы потом, когда узнать, уже не идти искать этого... Чего ты, блин, этого грифона? Эту траву. Лучше, я думаю, ничего не брать. А то еще скажу, что я тут воришкиш. А, сюда нельзя. Ну все, отправляемся их, значит, к травнице. Оружие я улучшила чуть-чуть. Используйте специальные верстаки броника, чтобы на время улучшить доспехи, увеличив параметр броня. Это типа верстак. Автоматически тоже вещи улучшились. Вербена. Не, вещи я трогать не буду, потому что я же воришу, скажу, что я тут ворую. А это мне не надо. Я тут по цветочкам похожу. Пособираю. Думаю, пригодится. Блин, а вещи на время улучшены. Я думала, на время того, как я их использую, они, получается... Просто портятся и все. Ну эти на меня не наезжают, челы, ладно. Оружие улучшила, доспехи улучшила. Раненые солдаты. Раненые солдаты. Немного запуталась, куда мне надо. Могу на самый верх. Тут лучник. Сюда я пришла. Сюда я пришла. Блин, Гарль, если бы ты еще ходил... И кнопка набег была какой-то. Быстрый переход. С помощью дорожных указателей вы можете быстро перемещаться из одной локации в другую. Подойдите к дорожному указателю и нажмите А. Быстрый переход пункта назначения. Используйте Л, чтобы выбрать пункт назначения, отметим на карте значком указателя. Также А, чтобы туда отправиться. О, на лесопилку можно. Если честно, ребят, я так немного растеряна. Очень много вокруг людей. Заданий. Открытый мир такой вот. Я случайно. Я хотела ведьма чуть-чуть нажать. Щит. Женщина, прости. А где мой коник? Волки. Оп. Разложила. Что-то можно с вас взять. Собачье сало. Ого, даже такое есть. Я бегу. Я сейчас вас спасу. А, они сами убили. Ну ладно. Гуль. Гули, 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 гули. Оп. 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 А что, я не могу с ними драться? В смысле? Я спасла людей. Один из них сказал, слишком много себе позволяешь. Как это? Так, получается, если я освобождаю такие вот поселения, сюда приходят люди. Опасность миновала, и жители вернулись домой. Хорошо. А вы спасибо мне скажете хоть кто-нибудь? Привет вам. Если у меня сын родится, назову Геральтом. Ооо, как мило. Спасибо. Вещи были улучшены. Темной поклон. Ооо, ладно, ладно, ребятки. Спасибо, спасибо. Зайцы. Вы куда? А как зайца замочить? Он же маленький. Все, оружие спрятали. Девчули идут, сейчас еще испугаются. Где-то тут трава. А вот она. Листья петрушки. Так, там вон полно цветов. Ну, мне, кстати, пешком комфортнее, чем на лошади, потому что она такая немного неповоротливая. Мышехвост. Это я у кого-то ворую, да? Пока никто не видит. Фиолетовых. Цветочков у меня маловато. А-а-а, мне сюда и надо, я к травнице и пришла. А я просто шла, куда глаза глядят. Даже на карту не смотрела. Почему тут все молодые, а не бабки старые? Ну, вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоигрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее делать. Сначала за Грифона спрашиваю. Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда она шла ночью через лес. А, нечего ходить. Ночью через лес. Ночью через лес. Еще и военное время. Молодые известные из-за любви на любую глупость готовы. Геральт, это за кого-то наслышки. Но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Геральт, это можешь что-то сделать? Давайте ей поможем. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но? Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да. Тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет в самом месте. Вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай как знаешь. А то, что я выбрала ей помочь, ничего не поменяю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сары как-то там еще. Бесит то, что иногда речь слишком быстро. Приятно узнать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Ну, насчет заботиться я не знаю. Хотя он спросил, сколько вы можете дать. И сказал меньше, чем он ему предложил, крестьянин. Но в то же время я видела, как вешают людей и все остальное. Ну, давайте скажем нейтрально. То, что он ценит порядок. Потому что мы не знаем, действительно он заботится или нет. Нильфгаард ценит одно, порядок. Грифон его нарушает, значит должен исчезнуть. Да. Сначала они разберутся с чудовищем, потом с людьми. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Ну да. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки. А подождал бы, пока Грифон снова ударит. Какая ты умная. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Так. Может, в следующий раз. Задание выполнено. И что теперь? Когда одно из заданий обновится, с левой стороны экрана появится сообщение об этом. Если вы не отслеживаете это задание, вы можете нажать R, чтобы начать его отслеживать. Ну, я выбрала переготовить... Эликсир ласточка. Как его готовить? Да. У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что найдется. А как сделать эликсир ласточку? Реписки белого мирта, петрушки. Ну, это мы можем взять и у нее. Во дворе они покупать. Волчий час. Нет. Че тут? Белая чайка. Спирт. Отвар из тролля. Отвар из грифона. Ну, кстати, хорошо. Было бы неплохо. Ну, на все это нужны бабки. У меня нет бабок. Расскажи что-нибудь о себе. Расскажи что-нибудь о себе. Может, вспомнишь какую-нибудь историю? Только грустную. Знаешь святилище Милителе в Эландере? Знаю ли? Да я сосчитать не могу, сколько раз там был. Сколько раз мать Ненеки накладывала мне швы. Мы, должно быть, разминулись. Я училась у нее целительству. Но, когда меня приняли в обитель, мне было восемнадцать. А в этом возрасте у девушек на уме не наука, а любовь. И был такой парень. В возрасте, может быть, любовь на уме. Когда он за работой снимал рубашку, у юных послушниц все валилось из рук. Я бросила ради него обитель. Мы провели чудесное лето. А потом он бросил меня. Ради любви ничего нельзя бросать. Любовь обычно поощряет какие-то ваши дела. Они заставляют что-то бросить. Без единого слова. Долго я не могла найти себе место, пока не попала сюда. Вот и вся история. Будь здорова. Как мне приготовить эликсир? Надо же ей дать эликсир, правильно? Я хочу поменять задание, если у меня не получится. Если в карманах герои несколько разных предметов, вы можете переключаться между ними. Еще у меня, получается, есть три дополнительных. Как мне делать эликсиры? О, алхимия. Чтобы создать предмет, нужны подходящие ингредиенты. Хорошо. Эликсиры. О, ласточка. Что мне нужно? Алхимический ингредиент, краснолюдский спирт, ласточкина трава, мозг утопца. Холи щита, где это все искать? Но его можно изготовить. А, изготовить можно этот уже ингредиент. Ласточкина трава и краснолюдский спирт. Если вы хотите видеть в окне магазина список компонентов или ингредиентов, необходимых для создания определенного предмета или зелья, выберите нужный чертеж или рецепт и прикрепите его. Прикрепить, закрепить на икс. А ну, сейчас проверим. Продай мне что-нибудь. Нужно, если есть, мозг утопца. Какие-то там травы. Ну, и где оно у меня высветилось? Ясно. Но мозг утопца у нее нет. Краснолюдский эликсир. Вот это, по-моему, надо. Пятая эссенция. Ладно, ребята, давайте на этом заканчивать. Потому что я не знаю, где это все искать. Особенно мозг утопца. Даже на карте не отмечаются. Если у вас есть какие-то мысли, подскажите. Иначе это будет слишком долго. Тем более, что я не могу, получается, переключиться. Вот я нажимаю. Я не могу переключиться. А ведь, бачить чутьем, мне ничего особо не подсказывает. Ладно. Надеюсь, ребятки, вам понравилось. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и комментируйте. Синтягка змееглазый. Хера себе. Иди куда шла, крестьянка. Всем до встречи, ребята, в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok